Пока не прощаюсь с вами, через несколько минут мы с вами продолжим, пока обсудим, к чьим рукам вот этот весь янтарь в нашей стране прилипает. Ну, никого не секрет, что янтарная мафия это уже до дыр затёртое понятие, и кажется, всё ясно уже предельно. Это те, кто зарабатывают на разрушении экосистемы нескольких областей Украины. Те, кто зарабатывают янтарные миллионы. И это кто-то из властимущих. Но вот кто? Прокуроры, сотрудники СБУ, полицейские, народные депутаты. Инна Белецкая, о том, как устроена система крышевания янтарного бизнеса. Ну, снимаешь, нам видеокамеру. На пятый снимаем. На пятый минуты. Янтарные старатели устанавливают свои законы и строят собственную иерархию на Полесье. Вот это простые рабочие, которых либо наняли за 500 гривен в день мыть камень, либо они сами скинулись по несколько тысяч долларов на мотопомпу. Низшее звено янтарной цепи. Рангов выше бригадиры. Они гарантируют безопасность и предоставляют орудия труда. Отдельная каста скупщики. Это челноки, которые берут янтарю селян, или целые конторы, куда старатели сами привозят камень. Дальше скупщики посерьезнее на уровне областных центров и столицы. Это богатые люди с большими связями. Потом янтарь переправляют за границу контрабандисты. И весь этот процесс невозможен без надежной и очень высокой крыши. Но где искать янтарную мафию? За дверью министерского кабинета, за вывеской прокуратуры, под козырьком СБУ или за воротами чьей-то шикарной виллы? Кто это? Люди в погонах, бандиты или политики? При режиме Януковича все главные янтарные потоки шли в семью. После Майдана стало гораздо интереснее. На ходу запрыгнуть в янтарный поезд пытались многие. Иногда громко, со стрельбой. Иногда по-тихому. Этого человека называли автором схем. Это заплативший, людям заплативший, которые работают в каждом этаже человек. Кусточка, который дооблачил, в последней точке. До 14-го он был заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией СБУ в Ревненской области. Потом числился в управлении соседней Житомирской. Не уволен и по сей день. Объявить о подозрении Назаруку пытались. Не вышло. Вручили уведомление почему-то брату. Суд подозрения прокуратуры отменил. Олег Назарук сейчас на свободе. В декрете. Это Харитонов. Да, это Ильинич. Где вы находитесь? В елках. Я вам даю 5 минут, б**ть, 5 минут, чтобы вы зараз кулешом были били райотдела. Я тебе ясно выражаюсь? Мы ждем группы. Ты слышишь, что я тебе сказал? Семок, б**ть. Так начальник Сарнинского райотдела приказывает своим подчиненным покинуть клондайк и не забирать мотопомпы. Игорь Харитонов один из тех, кого обвиняют в крышевании янтарного бизнеса. Дело в суде. Харитонов на свободе. Расследованием руководил зампрокурора Ривненской области Андрей Боровик. Потом задержали его самого. Громко при участии главы СБУ и генпрокурора. Андрей Боровик вышел под залог спустя 11 месяцев. В суде военная прокуратура пытается доказать, что именно он был организатором преступной группировки по нелегальной добыче янтаря. Вслед за Боровиком задержали прокурора Сарнинского района Вадима Топольского. На прошлой неделе после 9 месяцев ареста он тоже вышел под залог. И согласился на интервью. Топольского обвиняют в превышении полномочий во взятке и автоугоне. И все это, по мнению военной прокуратуры, происходило во время санкционированного обыска. До Бурштановой мафии мы никакого отношения не имеем. А то, что мы с ним, с этим мафиевицей, боролись. И наступили кому-то просто на шею, и кому-то не понравилось. Этот милый домик в селе Заборочи в Житомирской области депутата Левского райсовета Владимир Халиманчук построил для своей дочери. А, это нашу вопера. А кто ты такой? Это депутат районной ради. Радикал, которого в районе знают под прозвищем Вокер, бывший гаишник, бизнесмен и вообще известная личность. На этой неделе он принес руководителю Житомирского управления защиты экономики 1600 долларов, чтобы получить зеленый свет на добычу янтаря. Ну, он много партий поменял. Был партия регионов, потом был партия Петра Порошенко, Чаяк, Солидарность. Сейчас он в партии Лешка, занимается лесом. И на данный момент, я так понял, он начал заниматься буштином, насколько я знаю. Дочь и зять задержанного депутата возмущены вниманием, угрожают забрать камеру и требуют стереть видео. Потом преследуют и обещают, что вывести видео мы не сможем. Подтягиваются люди в камуфляже. Мы вынуждены вызывать полицию и писать заявление. Борьба с янтарной мафией на местах беспрерывно и очень демонстративна. Зрелищные спецоперации, корт, альфа, машины, вертолеты и наручники. Но где же главные кукловоды? А кто это мафия? Где шукать? Это есть люди, которые шукывают? Шукать, может быть, надо с Верховной Рады начать. Потому что в Верховной Раде, если не принимают закон про бурштин, то значит там кто-то лоббирует непринятие этого закона про бурштин. То есть я думаю, что корни растут с Верховной Рады. А пока украинский янтарь тоннами уходит за границу. Изъятые мотопомпы попадают в райделы и каким-то сверхъестественным образом оттуда исчезают, вновь материализуясь на клондайках. Сотни бойцов сменяют АТО на янтарной ротации. Но янтарная мафия пока непобедима. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал Интер.